Минута в минуту. Радио. Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас гостя, как мы уже анонсировали, профессор Латвийского университета, президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий, так, наверное, на русский язык можно перевести, Сигна Балиня. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот, казалось бы, что, ну, по крайней мере, поколение, я бы сказал, 40 лет или 40 плюс и моложе даже, уже такое создается ощущение, что очень дигитально образованные, мы все повседневно используем смартфон, компьютер, и вроде бы кажется, что Латвия, у нас все в порядке в этой части, да, вот мы даже говорим, что вот Эстония, Латвия, здесь мы можем гордиться, у нас технологии развиты. На самом деле, я так понимаю, что вот эта вот жизнь пандемии особенно показала, что есть нам еще чему учиться и куда стремиться, да, это так вот такой, может быть, для начала такой вопрос концептуальный. Да, да, я бы сказала, что да, конечно, если смотреть, то, конечно, это новое поколение, да, те, которые сейчас учатся, те, которые, может быть, 5-10 тому назад закончили вузы или школы, которые росли с этими технологиями, да, конечно, они, у них есть эти навыки, дигитальные навыки, но иногда мы как-то думаем, что у нас этих навыков больше, чем поистине, да, потому что, да, конечно, мы можем найти информацию, да, в интернете, или мы можем там в соцсетях быть, да, но тогда, когда идет речь о том, что вот какие-то такие более глубокие навыки, которые должны быть для, например, для работы, да, или я сама хочу что-то сделать, да, что-то там, что-то творить, оказывается, что нету этих навыков, да, и, да, и вот это такая, что вот эти такие, ну, такие, ну, я бы сказала, такие профессиональные навыки, таких профессиональных навыков у нас, к сожалению, не хватает. Вот в подтверждении ваших слов мы знаем, что вот есть этот специально созданный, его называют по-простому, пандемийный фонд, фонд оздоровления и устойчивости экономики, и там доступно 1,9 миллиардов евро до Латвии, и там есть специальный такой раздел, именно связанный вот с дигитализацией, в том числе там униципальных и государственных организаций, и может создаться ощущение, зачем, потому что мы же видим, что, в принципе, во многие государственные муниципальные учреждения можете теперь не ходить, не записываться, в очереди не стоять и все решать вот прямо сидя дома у компьютера или в смартфоне. Но как вы считаете, на самом деле, действительно, нам это средства нужны для чего? Нам эти средства нужны, потому что есть две главные такие пункты, почему нужны. Во-первых, это то, что наши технологии все время развиваются, да, и то, что нам, казалось бы, было хорошим, новым лет пять назад, не говоря 10 лет, да, сегодня это уже, ну, как такое старое время, или как вот с лошади ехать по дороге, да, это, конечно, ну, шикарно, но, может быть, не надо все-таки, да, но все-таки не надо, потому что все, все, этот дигитальный мир, он так быстро развивается, да, чтобы, и вот еще один пример, мы все знаем, и все, у нас действительно очень хороший интернет в Латвии, да, и фиксированная сеть, и мобильная сеть, но этот последний год показывал, показывал, что нам еще надо улучшить, да, у нас не все школы, я сама живу в Риге, я сегодня смотрю, ну, не могу лекции читать больше, да, но не хватает чего-то, да, потому что мы все больше и больше используем эти технологии, и мы все больше и больше спрашиваем от этих технологий, да, поэтому я бы сказала, да, надо, и что еще важно, очень, очень важно, чтобы все эти технологии, что, что были, были, было, и это безопасность, и о кибербезопасности нам надо думать все время, сейчас в последнее время есть эти звонки, да, во имени Светбанка или какого-то другого банка, и мы все знаем, что банк там нам так не будет спрашивать, но все равно, но все равно люди говорят, и люди… И свои данные персональные отдают, да, то есть деньги фактически отдают мошенникам, и отдают свои деньги, это удивительно, сколько предупреждают, да, и говорят, что банки не начинают звонить клиентам, не начинают спрашивать их персональные данные, чтобы они чего-то там вели, и все равно люди на это попадаются, да. Да, и то же самое в этой дигитарной среде, да, когда у нас есть какие-то услуги, или мы войдем в какую-то домашнюю страницу, да, или хотим что-то покупать, нам тоже, мы тоже должны, ну, знать эти правила, и те, которые эти услуги нам предлагают, они тоже должны быть безопасны, да, так что я бы сказала, что да, нам все время надо работать с технологиями и улучшить их, потому что этот мир просто… Я думаю, что лет два-три назад никто из нас не думал, что мы так много времени будем проводить отдаленно в всяких встречах, лекциях, конференциях, но сегодня это день сегодняшний, да, и я думаю, что он не уйдет так скоро. Да, вот интересно, поскольку у вас в самой есть вот опыт преподавания, все-таки вам кажется, что вот это вот удаленное образование или виртуальное, оно будет теперь все время с нами, или все-таки мы вернемся, когда этот ужас закончится, вернемся в аудиторию, это не значит, что мы забросим компьютеры, нет, конечно, но что все-таки это общение останется. Я думаю, что обучение будет такое хибридным, да, что у нас и будет такое классическое образование, которое было, что мы в аудиториях, классах, да, и будет… Обсуждаем, да. Обсуждаем, говорим, делаем всякие группы, да, и там, особенно, я думаю, это очень-очень важно в школе, да, это социализация между людьми тоже, между школьниками, между студентами, но эта отдаленность, она тоже будет, потому что мы многие увидели, как много добра в этом есть, и как много мы можем экономить свое время, да, и поистине много мы можем успеть делать. Да, вот интересно тоже тогда такой вопрос, вот что касается вот этих технологий, есть ли какой-то, как бы, не знаю, предел для развития технологий, а почему спрашиваю, поскольку, ну, в какой-то момент это может стать еще и небезопасно, вот мы говорили в начале нашей беседы об этих мошенниках, которые звонят, спрашивают вот эти персональные данные, там, карточки, вот этой банковской, код доступа, с одной стороны, с другой стороны, мы видим, что технологии так развились, что, ну, может быть, в Латвии не так распросятся, но хотя я знаю уже нескольких людей, которые вот расплачиваются кольцом, то есть там один банк, не будем его рекламировать, не будем рекламировать, дает такое кольцо, он подходит, так сказать, расплачивает, сначала это всех удивляло, но сейчас браслетикам, да, да, сейчас, ну, как это, часы, часы, вот эти смартфоны, да, 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 или с телефоном, да, ну, может быть, я не знаю, в следующий раз будет каким-то взглядом, как-то будет, посмотрим, уже деньги ушли, да, вот есть ли предел для развития этих технологий, не станем ли мы жертвами, ведь, наверное, вас студенты тоже спрашивают, куда уже дальше, уже все, да, уже вот эти вот отпечатки пальцев, телефон включают, уже есть, мы видим, что уже, в принципе, современные машины, они уже, в принципе, компьютеры на колесах, но будем говорить откровенно, мы же знаем, да, то есть. Мы знаем, почему проблемы с новыми машинами, не потому что это железо не может создать, а потому что проблема как раз с IT, да. Да, именно с IT, да. Есть ли вот предел развития или нет, будут появляться все новые-новые технологии? Я бы хотела сказать, что нет предела, потому что эти технологии, они будут развиваться, но то, что очень-очень важно, чтобы мы люди, мы знали, как обращаться этими технологиями, да, и чтобы мы были умнее этих технологий, потому что, конечно, ну, люди создают эти технологии, да, и эти технологии, некоторые технологии тоже созданы для людей, да, и то, что, я думаю, что почему вот все время надо учиться, да, потому что появляются все новые и новые всякие способы, как мы можем платить, как мы можем какие-то услуги дать или брать услуги, да, и нам все время надо быть на чеку, чтобы мы вообще поняли, ну, куда эти технологии развелись, да. Вот если мы говорим о том, куда нам еще стремиться, я думаю, вы со мной согласитесь, как выяснилось, как ни странно, несмотря на развитие технологий, у нас как-то медленно идет эта система электронной подписи, да, на самом деле у нас не так много людей, у которых эта электронная подпись есть, но по существу это, видимо, государственные служащие, которым это надо по роду деятельности, вполне возможно, что какие-то крупные предприниматели, да, 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 но даже у многих, вот я знаю, мелкий и средний бизнес, они так вот, я говорю, а у вас есть электронная подпись, они говорят, да, надо бы сделать, но как-то я не сделал. На ваш взгляд, с чем это связано? Это просто вот люди не хотят вот этим заниматься, или все-таки государство должно было по-другому построить систему вот этих электронных подписей? Ведь это очень облегчает вообще принятие решений. Я бы сказала, что я сама не могла, ну, думать, как я бы жила без этой электронной подписи. То есть вы этим пользуетесь? Я пользуюсь, я пользуюсь, но, конечно, для меня, как для частного лица, это не так часто нужно, да, и поэтому, может быть, если мне это не часто не надо, я это не понимаю, да, но если я предприниматель, и у меня всякие договоры, да, всякие, я свой бизнес делаю не только в Латвии, но и в Евросоюзе, да, то эта электронная подпись очень-очень облегчает мне жизнь. То, что важно, что сейчас, если мы идем за ID-карту, да, у нас там эта электронная подпись есть, мы просто должны ее активировать и использовать, да, и я знаю, что мы долгие годы говорили о том, чтобы это было бесплатно, чтобы нам не надо было за эту услугу платить, потому что, ну, это как, конечно, ты покупаешь ручку, чтобы подписать, да, но потом ты не должен платить за каждый раз, когда ты подпись делаешь, да, то же самое с электронной подписью. Я думаю, что, конечно, еще не все используют, и я думаю, что и со стороны ассоциации, и со стороны, да, конечно, тоже государства, но нам надо больше говорить о тех благах, что это делает, да. У нас тоже в декабре, 2 декабря будет конференция, где у нас мы будем дать свои платиновые мыши, да, это наш приз отрасли, и у нас как раз уже многие годы мы вместе с этой ЛВРТЦ, центром, да, которые дают эти подписи, у нас есть как раз специальный приз, приз для тех, которые в своих решениях или в своем учреждении используют эту подпись, да, так что, да. Что касается вот студентов, все-таки у вас есть такой опыт общения вот с молодежью, как преподавателя, вот нет такого ощущения, что студенты иногда, ну, как сказать, преувеличивают свои понимания в технологиях, нет, спору нет, что они, конечно, лучше знают, чем вот, не знаю, люди, пенсионеры, тем более пенсионного возраста, но иногда ведь это тоже такие, ну, слово примитивное может быть неправильно, но это как бы им так кажется, да, они там, понятно, что социальные сети, Google, написание текстов, может быть, Photoshop, вот эти вроде бы технологии, они все используют, но когда дело доходит до каких-то специфических, там, Excel и так далее, и у молодежи, наверное, возникают сложности, да? Да, возникает, да, действительно возникают эти сложности, или вот мы сейчас говорим о том, что данные у нас вокруг, да, у нас очень много данных, да, наши телефоны мы сами раздаем всякие, да, наш телефон там дает кучу данных каждый день, каждую минуту, да, мы просто не умеем обрабатывать эти данные, да, и у нас нету этих навыков, да, и если смотреть, какие эти тенденции на будущее, то как раз вот, ну, аналитик данных, это одна из таких специфических, одна из таких профессий, которая уже сейчас очень нужна и которая будет нужна, и это понимание данных, понимание, как мы можем хотя бы того, что это означает всё, да, чтобы другие нам сделали, но чтобы мы поняли, что мы можем, ну, спросите других, какие, какие там, что и как делать, да, что этого понимания нету, и вот вы сказали тоже Excel, да, как будто, ну, что может быть проще? Казалось бы, да. Казалось бы, но это не так просто, это не так просто, и там, там, это в мире Excel, да, там есть так много всего хорошего и нужного нам, которого мы просто не знаем. Я бы сказала вот, что вот это, да, анализ данных, Excel, да, тоже вот эти навыки программирования, это такая вещь, которая, ну, было бы хорошо, если бы у каждого из нас этого было. Да, вы абсолютно правы, может быть, даже со временем это будет введено как-то в школах, потому что есть такой предмет информатика, там по-разному он называется, там компьютерная грамотность и так далее, наверное, без каких-то вот хотя бы основных навыков программирования уже вообще скоро нельзя будет обойтись, да? Я бы сказала, что да, что это невозможно, у нас сейчас в стандарте вот это все уже, ну, это новая система образования, которую ввели пару лет назад. Да, вот это компетентность и подход, так называемый. Да, компетентность, там все это есть, да, потому что действительно в наши дни, ну, каждый, вот, как это, это, я бы сказала, что эти дигитальные навыки, это как, как, что, как мы умеем читать и писать, да? Без этого сейчас никуда. И умеем что-то делать, да, так что это очень-очень-очень важно, и если мы в этой школе не учились, да, или в вузах не учились, то сейчас это, мы можем учиться все время, и это у нас у Ликты тоже вот этот проект, да? Вот я как раз хотел о нем сейчас поговорить. Да, да, да. Вот этот проект, который называется Virtual Practice Baltia, да, то есть это виртуальная практика в Балтии. Что это за проект, вот, может быть, несколько подобных? У нас было так, что это было уже в прошлом году, в конце ноября, в этом году, январе, мы начали такую программу, что мы сначала мы дали людям возможность участвовать в обучении. Вот это анализ данных, это такое простое программирование, да, по-английски есть low-code, no-code, это как без этого кода, да, вот это визуальное такое программирование. И по всей Балтике у нас больше чем 9 тысяч людей отзывались, и они сами учились отдаленно, да, по материалам Майкрософта, всякие эти технологии, но у нас был наш преподаватель, который на английском преподавал все это, да. И не так, что преподавал, а это были такие консультации, всякие примеры, да. Но это вообще сложно, вот людям без какой-то такой уж очень серьезной подготовки. Знаете, я бы сказала, что мы вначале думали, у нас вот больше 9 тысяч человек было, тысяча закончила. Во время пандемии все отдаленно, все на английском, мы поняли, это очень хороший результат. Все-таки, если тысяча закончила, я бы сказала, это из 9, потому что все это было отдаленно, да, это было вечерное время, и люди могли потом через неделю, две недели учиться, и тогда бы поняли, что вот эти навыки есть, но их надо ввести практику. А есть такой вот стереотип, может быть, вы сейчас его опровергните, что все-таки вот это люди, вот те, кто успешные в этом деле, это люди с математическим складом УМА, у которых все было хорошо с математикой, не знаю, гуманитариям это сложнее, вот система программирования, или это стереотип, это неправильно? Я бы сказала, что нет, потому что наши дни, этот способ, как мы программироваем, это больше не эти коды, которые мы пишем, да, это визуально. И то, что самое главное сейчас, придумать, какая у меня проблема, и тогда смотреть, как я могу решить эту проблему, да. И вот то, что мы тоже поняли, что вот у тебя эти курсы, как анализировать данные, но надо попробовать, но надо живые данные такие, и тогда у нас была первая идея о виртуальных практиках, да, потому что во время этой пандемии ты не можешь войти в новое предприятие и пойти в практику, да, это невозможно. Невозможно. Ну, это было невозможно, и у нас было больше ста людей, которые прошли эту первую практику, и это было так успешно, что мы поняли, надо это делать дальше. То есть вы дальше будете продолжать, да? И мы будем это дальше продолжать, да, потому что у нас были такие истории, такие, ну, когда или молодая мама, которая сидит дома с малышом, она учится. У нас была женщина, которая всю жизнь мечтала анализировать медицинские данные. Она работала абсолютно в другой сфере, она была ТОКС… Переводчик. Переводчик, да. Да, гуманитарная. Гуманитарная, самая, что и на ней, да. Она была переводчиком, да, а сейчас она работает аналитиком в больнице, да. То есть её мечта сбылась в этом плане, да. Да, 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 сбылась её мечта. Да, у нас был молодой парень, который в РОЕ, в маленьком предприятии сделал для них анализ данных, они просто в восторге, да, просто в восторге. У нас был тоже один пенсионер, который даже хотел это предприятие брать на работу. Он сказал, нет, я всё-таки буду жить дома со своими помидорами, да, ну, чтобы и выращать помидоры, ну, не буду больше идти на работу работать, да. У нас было очень-очень много этих всяких хороших историй, да, и мы поняли, да, что надо это всё. Вот на ваш взгляд, должно ли вот это быть какая-то как долгосрочная государственная компания, потому что по этой дигитализации, по этим навыкам, я почему говорю, поскольку, ну, по разным данным у нас всё-таки от 60 до 70 тысяч безработных официально, да, какие-то курсы там, часть из них посещают, но очевидно, что какие бы курсы они не посещали, если они не будут, ну, условно говоря, обладать этими компьютерными навыками, если это совсем не низкая квалифицированная работа, им будет тяжело, да, наверное, без этих бескомпьютерных. Так, может быть, это нужно вообще, должна быть какая-то такая всеобщая государственная программа, потому что особенно это касается людей, которые ещё заканчивали в советское время образование, получали 50, 50 плюс, да, сейчас до пенсии им тоже далеко, и, наверное… Смотрите на меня, да. Ну, хорошо, ладно, это ваша работа, да, но тем не менее. Нет, конечно, если мы смотрим на это, у нас это агентство по безработице. По безработице, ну, по занятости, да, так оно называется. Понимаете, да, мы вот эту программу, этих практиков, мы тоже, они наши партнёры, да, они наши партнёры, и они очень рады с этой программой, и мы очень рады с ними вместе работать, да, чтобы предлагать действительно людям, что вот ты можешь учиться, можешь сдать тест, да, и тогда мы тебя найдём, если ты сам хочешь, да, мы найдём для тебя место в виртуальной практике, да, может быть, потом это будет у тебя работа, да. Кстати, да. Да, да, может быть, это будет потом работа. И люди, многие люди были очень отзывчивы, и я бы сказала, я хочу сказать большое спасибо всем тем предприятиям, которые брали у себя практику, да, потому что это был такой первый эксперимент, да, никто этого в Латвии не делал. Конечно, мы тоже много думали о том, какой договор, да, потому что это данные предприятия, да, что там всё должно быть, ну, безопасно, да, с обеих сторон, да. И так что мы с ними вместе работаем, у нас у Лыктой очень много всяких таких, ну, хороших программ. То, что я бы сказала, что у нас в Латвии, ну, так не хватает, у нас иногда есть, вот у нас есть какие-то специальные программы для безработных, у нас есть сейчас тоже для тех, которые работают, да, но у нас всё это, ну, как будто так, ну, разделённо, да, и у нас, ну, Министерство образования у нас отвечает за грамотность, да, такую, и тоже, вот, как по-русски, муж из Глэйтейба. Это фактически образование на протяжении всей жизни, да. Один классик сказал, да, учиться, учиться. Учиться, да. Учиться, да, но сейчас действительно, ну, так надо, и это, ну, эти дигитальные навыки, они действительно, ну, должны, потому что, если смотреть на IT-отрасли, да, мы обучаем своих людей, которые работают IT в серии всё время. Да, и то им надо учиться. Они действительно всё время учатся, 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 и учатся, потому что технологии развиваются, и если ты не учишься, ты вообще… Выпадаешь из этой навыки. Выпадаешь, просто выпадаешь. А вот все говорят, что, ну, в принципе, в Латвии достаточно специалистов, вот, программистов и так далее, с одной стороны, кто-то считает, что недостаточно, и как раз мы можем быть той страной, что это, вот, мы можем на этом зарабатывать, да, что мы можем быть страной IT-технологий, подготовки программистов. Вы согласны, что мы можем быть, что это может быть такой вот вид экспорта, если так можно сказать? Обучение? Вот, обучение этих специалистов. Я бы сказала, что обучение, у нас сейчас ещё такая нехватка специалистов, да, у нас в отрасли очень-очень не хватает специалистов, очень не хватает. Почему? Потому что, по нашим расчётам, половина IT-специалистов работает не в IT-сфере, они работают в других сферах, и в банках, и в государственных учреждениях, да, и в больших предприятиях, и в маленьких, потому без IT мы не можем, да, и поэтому у нас, ну, это нехватка, всё ещё очень-очень большая. Конечно, мы, мы, у нас есть и в Латвийском университете, и в Техническом университете, и институты с транспортом в связи, да, и в других вузах у нас есть тоже группы для иностранных студентов, и мы хотим дать эти знания им, но мы с стороны отрасли тоже смотрим, было бы хорошо, чтобы они остались здесь. Это правда. Потому что не хватает. А вот жители Латвии, студенты поступают, это факультеты же популярные, да, сейчас вот эти дигитальные технологии, условно говоря. Наши, 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 те, которые, да, 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 конечно, да. То есть в Латвийском университете много же желающих учиться всё-таки на IT-технологии. И в Латвийском университете, и в Техническом университете, да, и тоже, ну, вот в этих двух больших университетах, да, и тоже тоже этот институт транспорта и связи, да. Суд транспорта и связи, да. Но эти три такие большие тоже IT преподаются, и Ялгаве, да, и Липа, и везде, 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 я бы, трудно сказать, где нет, да, Вэнспилс тоже очень хорошая, да, это же, ну, IT тоже, IT специальности, да, но эта нехватка действительно есть, и то, что я могу тоже сказать, что и есть нехватка преподавателей, да. Даже так, да. Профессоров тоже, да, потому что, конечно, потому что отрасль не развивается, это потребность развивается, большая, да, и сейчас у нас есть эта вот, эта программа, университет, Латвийский университет технический университет, Рыжская школа бизнеса, да, что это Буфало, да, и там наши преподаватели или будущие преподаватели, они едут в Америку, сейчас тоже большая группа учится в Буфало, университете в Америке, да, как раз как учить эти технологии, потому что ясно, что нам нужны и студенты, но нам нужны и преподаватели хорошие, которые работают, да, потому что, ну, отрасль тоже отбирает их, не только студентов, но и преподавателей, да. А конкуренция у нас вот в сфере информационной технологии большая вообще, вот бизнес информационной технологии. Да, да, да. То есть в этом плане у нас все хорошо, да? У нас все хорошо, у нас, у нас все хорошо, у нас есть конкуренция, и у нас, да, то, что все больше, наши IT-компании все больше и больше смотрят на экспорт, и мы вот, ну, это такая, ну, это не шутка, да, ну, как шутка, что если ты смотришь только на латвийский рынок, лучше не смотри, да, потому что у нас, ну, рынок очень, мы очень маленькие, да, и эти технологии, технологии, они везде, ну, все же те. Да. Вот на ваш взгляд такой, может, последний вопрос концептуальный. Сколько времени все-таки надо, ну, чтобы у среднестатистического латвийца были вот те необходимые навыки базовые? Я понимаю, что все время надо совершенствоваться, потому что, как вы правильно заметите, через пять лет эти, да, навыки тоже уже будут устаревать, да, но вот, в принципе, мы не очень отстаем от каких-то, не знаю, передовых стран, да, с точки зрения именно освоения населением вот этих дигитальных технологий. Если смотреть по статистике Евросоюза, мы отстаем. Мы отстаем, и у наших людей не так много этих навыков. Мне иногда кажется, что у нас не так много нехватки знаний, как мы такие, которые, если мы не на 100% уверены, мы говорим, что мы не знаем, да. Ну, мы просто такие, да. Но я бы сказала, у нас там было, что вот тебе надо 100 часов, 100 дней учиться в течение пяти лет, да, но это не только дигитальное, но всё это новое, которое развивается. Я бы сказала, что... Ну, тут я никогда так не думала о времени, да, но много надо учиться. Я почему говорю, вот, ведь мне кажется, что рано или поздно, ну, я надеюсь, так, что государство придёт к пониманию, что вот этот вот, ну, смартфон, это вот настолько необходимая вещь, что даже, может быть, государство, ну, к примеру, пенсионерам будет этот вопрос решать. Вот сейчас все столкнулись, вот, допустим, пожилые люди, или там 65+, у многих в силу зрения и так далее, у них покупают им родственники обычный кнопочный телефон. Да, чтобы позвонить, это, наверное, достаточно, но возник такой простой вопрос, а что же быть с этим COVID-сертификатом, да, вот, который сейчас требуется? Мы уже понимаем, что для этого нужно хотя бы смартфон, да, и оказалось бы, что вот такая простая история с QR-кодом вылилась в то, что люди должны куда-то звонить, должны ехать где-то в Рижскую думу, выстаивать очередь, чтобы им нашли в компьютере этот сертификат, чтобы им его распечатали. Потом пожилые люди не будут знать, куда они эту бумагу дели, так сказать, и возникает вопрос, что вся проблема в том, что нету смартфона и нету подключения вот этого вот ID к интернет-банку. И в результате получается, да, казалось бы, что там не нужна очень большая грамота, не нужно для этого учиться в ВУЗе, да, этим технологиям, но вот эти несколько шагов, смартфон, QR-код... ID-карта. Да, ID-карта. Да. Или вот интернет-банк. Ну, у меня, у моей мамы уже 80+, да, и ей тоже было вот это, во время этой пандемии, что ей заканчивалась карточка в банке, да, и тогда мы поняли, ей нету ID-карты, ей нету этого смарт-ID. Все? Все, она ничего не может, да. Не может. И банки не принимали какое-то время, мы знали. Да, 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 да. И, ну, хорошо, я ей помогла, и все было хорошо, да, но, в принципе, старый человек, да, если у него нету навыков, если у его нету, там, детей, внуков, да, родственников или соседов, которые могут эту проблему решить, да, то человек после выпадает из этой категории, да. У них, да, у них очень-очень это трудно. И я знаю, что мы вот лык-то, мы долгие годы, у нас были всякие программы, да, учить людей, и оказалось, ну, научили ведь всех, да, но нету такого, нету такого. И вот сейчас как раз на следующей неделе у нас будет начинаться вот эти отдаленные тоже курсы для этой практики, да, для бизнес-анализа и разработки программ и приложений. То есть люди могут записываться на эти курсы, да? Да, и люди могут записываться, и у нас это будет и на английском, и на латышском языках. Для Балтик у нас будет тоже на литовском и эстонском, да. Мне кажется, что… На русском у нас пока не будет. Ну, я просто думаю, что для многих это уже не проблема, особенно, ну, к примеру, я так подозреваю, что очень много этих технологий захотят бы освоить, например, у бухгалтера, потому что сейчас им без всех этих навыков уже не обойтись, даже одной компьютерной программы не хватает, да. И так что я думаю, что вот есть спрос на такие курсы, да, даже. Да, да. И вот просто надо пойти в нашу домашнюю страницу ЛИКТЕ, да. Как и называется. ЛИКТЕ.ЛВ, да. ЛИКТЕ.ЛВ, да. И там можно… Вся информация. То есть можно оформить заявку и уже… Да, да, да. И все эти курсы и тоже практики, они бесплатны, да. У нас эта программа вместе… у нас эта программа… Это под филантропией Майкрософта, да. А, то есть это бесплатно, да. И все это, все это действительно бесплатно, и у нас хорошие преподаватели, которые преподают и на латышском, и на английском, да. Все материалы на английском, потому что, ну, это язык IT, это английский язык. Это абсолютно, это мы понимаем. Без этого никак. Да, без этого никак, и там мы думали, там, ну, делать этот перевод, но там тоже все так меняется, ты переводишь, а все уже поменялось, да. Все же поменялось, да. И потом терминологии международные, наверное, не имеет смысла даже переводить, да. Вот последний такой вопрос, а вот эти европейские фонды, вот ваша ассоциация, может их получить или они будут как-то дальше распространяться по государственным муниципальным учреждениям? Эти фонды, они фонды, обычно фонды распределяются по всяким программам, да, и там будет программа, я думаю, что, ну, будет программа, например, для тех, которые ищут работу, да, и это будет под государственным этим учреждением, да. Под ассоциациями, под лейкта, под другими ассоциациями обычно те фонды, которые для специалистов, да, для IT-специалистов, например, да, я думаю, что будет фонды тоже, которые будут распределяться министерствами, да, так что будет по-всякому, да, будет по-всякому, и самое главное, и самое главное понять, да, куда ты можешь, вот куда ты, вот я думаю, что самое такое главное понять, вот в этой, в этом, в этой, так много информации вокруг, но когда ты что-то хочешь, ты не можешь найти, да. Спасибо большое, так вот время эфира у нас подошло к концу, профессора Сигны Балини была у нас в студии, и большое спасибо. Спасибо. День в день, час.